Поставить точку в вопросе расселения семей из аварийных домов в Тюменской области планируют до 2017 года. Но у кого-то желание получить новую квартиру исполнится раньше намеченных сроков. В гости к переселенцам в настоящем и будущем заглянул Александр Гришаков. Провалился с чердака, при ремонте чердачных труб провалился сантехник. Упал он вот сюда на туалет и на ванну. И все это обрушилось, обсыпалось. Нежданному гостю в семье Поповых даже не удивились. Сантехники и управляющие компании дежурят в доме постоянно, поддерживают аварийные системы. Да и потолки падают не первый раз. В одной из комнат постоянные жители труба и стул. Сына на время отсюда пришлось переселить вместе с пианино. Музыкалку он закончил вот на красный диплом. Но вы знаете, какие усилия нам приходится прилаживать жить вот в такой вот сфере, атмосфере. Он зимой занимается у нас в шубе и в перчатках. Ничто столь недолговечно, сколько временное. Эту старую истину дом, построенный как временное жилье для геологов, только подтверждает. Прослужил верой и правдой 55 лет и начал разрушаться. Сначала трубы потекли, а потом и электрика отказала. Все провода старые уже, все замыкает. И сейчас, в настоящее время, все на удлинителях. Не страшно даже включать. Что-то чай не включаешь, второе что-то уже не включаешь. Газ тоже не привожу. Страшно. Сначала желтую двухэтажку на улице Киевской планировали капитально отремонтировать. Но в 2011 году дом осмотрела комиссия и выдала заключение. Наш дом является аварийным. Вот. Это заключение об этом. Таких домов в Тюмени 126. Ремонтировать их бесполезно. Выход один. Снести. А жильцов переселить. В соответствии с указом президента Российской Федерации, требуется ликвидировать аварийный жилищный фонд, который признан до 1 января 2012 года. И, безусловно, отселить граждан, которые проживают в аварийном жилищном фонде, до сентября 2017 года. По программе переселения из аварийного жилья квартиры получили более 1300 человек. Динаида Ипшина переехала в новую трешку. Кухня как большая комната. У меня комната там такая не была. Большая. Ну, а здесь 18 квадратов. А если бы не сын, я бы одна жила. Ох, я побегала с курлом. Хорошая квартира. В этот же микрорайон переселили и всех соседей Зинаиды Михайловны. Пенсионерка Рада. Жителям дома на Киевской тоже повезло. Они попали в программу переселения на 2013 и 2017 годы. Скорее всего, они увидят новые квартиры в 2015 году. Александр Гришаков, Николай Комаров. Тюменское время.